Всем привет! Сегодня Юлия Меньшова – актриса, продюсер и ведущая популярных шоу. И во всех этих эмплуа она состоялась. Её творческий путь – это бесконечная примерка новых образов, прощание с уже покорёнными высотами и преодоление новых препятствий. Её любят зрители и уважают коллеги. С ранних лет она представляла собой вполне самостоятельную личность, а не дочь прославленных родителей. Поклонники Юлии Меньшовой не устают поражаться её жизненной силе, оптимизму, работоспособности и неиссякаемой творческой энергии, помогающей двигаться в выбранном направлении. Но перед тем, как мы начнём, не забудь поставить лайк и подписаться, если ещё не сделал этого. Далее мы расскажем, как живёт Юлия Меньшова, биография и интересные факты. Юлия родилась летом 1969 года в семье начинающих актёров – Вера Алентовой и Владимира Меньшова. Имя ей выбрал отец. Вообще Меньшов надеялся, что на свет появится мальчик и даже придумал имя – Егор. Но родилась девочка. Мама новорождённая решила назвать её Евой, бабушкой Машей или Настей. Но Владимир настоял на Юле, и много лет спустя его дочь будет поражаться его интуицией. Без всяких святцев он назвал её именно тем именем, которое выпадает по православному календарю на день её рождения – 28 июля. Мама, Вера Валентиновна, работала в то время на сцене театра имени Александра Пушкина. Отец, Владимир Валентинович, по окончании театрального вуза уехал по распределению в Ставропольский театр имени Михаила Лермонтова. В течение четырёх лет семья жила врозь, даже когда отец вернулся в Москву, чтобы поступить в аспирантуру режиссёрской кафедры в ГИКа. Актёрская карьера не задалась, и он надеялся найти себя в режиссуре. А лентовый театр предоставил место в комнате на двух актрис. Меньшов жил в общежитии. Было нелегко. Бытовые проблемы, постоянная нехватка денег и взаимные претензии привели к тому, что семья распалась. И хотя Вера Валентиновна как раз в это время получила двухкомнатную квартиру, дочка большую часть времени проводила с бабушкой, поскольку мама постоянно пропадала на работе. Юля росла гиперактивной девочкой и с завидным постоянством попадала в травмоопасной ситуации. В школе она оказалась под грузовиком и три месяца пролежала с загипсованной ногой. После долго передвигалась на костылях. Сама актриса вспоминала о своих детских играх так. То зубы выбью на горке, то рассеку нос оледеневшей дощечкой, то с качелей шмякнусь навзничь. Шрамы, которые обычно украшают мужчин, я приобретала с завидным постоянством. Однажды её мамина глаза попались в письма от мужа, которые он писал ей в первый год семейной жизни. Именно они, по словам Алентовой, послужили толчком к примирению. Последней каплей стал эпизод, когда Алентова с дочерью ехала в поезде и проезжала мимо станции «Орёл». Как раз тогда Меньшов снимался в этом городе. Юля произнесла «А тут мой папочка», и у Алентовой защемило сердце. Она поняла, что отец так же важен для ребёнка, как и мать, и лишать дочь одного из двух самых важных людей бесчеловечно. В первый класс Юля отправилась в сопровождении обоих. Родители сошлись и больше не расставались. В их доме частыми гостями были артисты, сценаристы, режиссёры. Алентова и Меньшов становились всё популярнее, особенно когда на экраны страны вышла знаменитая лента Владимира Валентиновича «Москва слезам не верит». Сама Юля росла артистичной особой, уже в шесть лет придумывая сценки. Например, однажды поругалась с бабушкой и решила уйти из дома. Надела одну штанину, но вторую не стала. Дождалась возвращения мамы, и только тогда надела вторую штанину и начала демонстративно собирать вещи. Подросткам Юля всеми силами старалась проявлять самостоятельность, несмотря на строгое воспитание со стороны матери. Ей хотелось доказать, что она и сама чего-то стоит, без оглядки на знаменитые фамилии родителей. Девочка обожала русскую литературу и нашла себя в писательстве. Учительница зачитывала её блестящие сочинения перед всем классом. Юля вела дневник, дома сочиняла рассказы и зарисовки, мечтая о том, как станет известной писательницей. Получив аттестат, девушка подала документы на факультет журналистики Литературного института. Но у неё не оказалось требуемых для поступления трёх публикаций в любом печатном издании. К тому же папа, непререкаемый авторитет, заметил, что в столь юном возрасте человек мало что ещё может поведать читателям. После этого девушка решила попробовать свои силы в актёрстве. Чтобы её никто не ассоциировал с отцом, Юля, назвавшись Большовой, документы тогда требовали лишь перед творческим конкурсом, успешно прошла все туры в театральный вуз и была зачислена на курс Александра Калягина в школу-студию МХАТа, которую окончила с отличием. Сразу по окончании вуза начинающую актрису пригласили в труппу театра имени Антона Чехова. С 90 по 94 годы Юлия была занята в трёх постановках. «Яма» по одноимённой повести Александра Куприна, «Чеховские рассказы», «Сказки Мельпомены» по ранним произведениям Антона Чехова, «Плач в пригоршню» по пьесе Владимира Гуркина. Параллельно Меньшова начала сниматься в кино. Её первой малозаметной ролью стала незнакомка в маске в драме Адольфа Шапира «Кабала Святош». Далее вместе с матерью она появилась в картине Владимира Воробьёва «Когда святые маршируют», где сыграла джазовую певицу Люси Левченко в юности. Вера Алентова играла ту же героиню в зрелом возрасте. В биографической драме Леонида Пчёлкина «Дело сухого кобылина» Юлия создала образ любимой женщины главного героя, Надежды Нарышкиной, а параллельно снялась в главной роли в комедии Романа Ершова «Действуй, Маня». Робот-супермен в её исполнении зрителям понравился. Следующие два года Меньшова появилась в эпизодических ролях нескольких фильмов, продолжая выходить и на театральную сцену. В новые постановки её не вводили, подходящих ролей в кино не случалось. И Юлия в одночасье решила сменить амплуа актрисы на роль телеведущей. Она снова окунулась в мир кино, но уже со стороны наблюдателей-рассказчика. Передача выходила на ТВ6 «Москва» и пользовалась популярностью у кинолюбителей. Активность Меньшовой требовала выхода. С 1995 года она стала вести и продюсировать авторский проект «Я сама» на канале ТВ6. Это было женское ток-шоу. Гостями Юлии становились знаменитые женщины, рассказывавшие свои истории успеха. В 1999 году была отмечена премия ТЭФИ как лучшая ведущая ток-шоу. В 1997 году телеведущая занялась административной работой. Сначала как заместитель директора ТВ6 «Москва», а затем как руководитель дирекции по производству программ в московской независимой вещательной компании. Получив опыт управленца, в начале нового тысячелетия телеведущая сделала попытку уйти в самостоятельный бизнес и организовала продюсерский центр студия Юлии Меньшовой. Её передачи выходили два года, затем телеканалы не стали продлевать контракты и продюсерский центр прекратил существование. В 2004 году Меньшова, параллельно с работой на телевидении, снова вернулась в актёрскую профессию. Зрители с удовольствием следили за судьбой её героини, психолога Веры Большовой, в ироничном телесериале Дмитрия Фикса «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Трёх её подруг в картине сыграли Алика Смехова, Жанна Эпле и Лада Дэнс. Сериал был столь популярным, что появлялся на экранах в течение трёх сезонов, а в 2013 году тем же режиссёром было снято продолжение «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО» пять лет спустя. Вскоре у Юлии появились и другие интересные работы. Так с Михаилом Пореченковым она снялась в лирической комедии «Большая любовь», мастерски воплотив на экране образ стюардессы Каллирии. Затем актриса сыграла Владу Пригожеву в украинской мелодраме «Держи меня крепче» и Ольгу Глухарёву в криминальной ленте «Седьмая жертва». С Камилем Лариным Меньшова снялась в комедийной мелодраме «Крепкий брак». Её героиня Марина Мухина вышла на тропу войны с собственным супругом, попадая при этом в различные, в основном комичные ситуации. Одной из последних удачных работ в кино для Юлии стала главная роль в комедийном сериале Алексея Кирющенко «Между нами девочками», где она сыграла Елену Сайко, женщину, которую бросил муж, и теперь она вынуждена ставить на ноги их дочь в одиночку. Помимо кинематографа вернулась Юлия и на театральной подмостке. Там её можно было увидеть в постановках Международного театрального агентства «Арт-партнёр-21». Она играет Мону из «Безымянной звезды», Харриет из «Дня палтуса», Жаклин из «Бестолочи». Также Меньшова появляется в роли Валентины в спектакле по пьесе Ивана Ворыпаева «Валентина в день» и в антрепризной постановке «Друзья» по произведению Ясмина Реза «Арт». Спектакль был удостоен Гран-при категории «Театр» на Амурской осени в 2016 году. Разносторонняя натура Меньшовой проявила себя и в жанре режиссуры. С 2011 по 2017 год на сцене театра имени Александра Пушкина шла её постановка «Любовь письма» по произведению американского писателя Альберта Герни. Театральный режиссёрский дебют Юлии усложнялся тем, что в спектакле были заняты Владимир Меньшов и Вера Алентова, одновременные главные помощники и главные критики. В 2013 году на Первом канале начал выходить её авторский проект «Наедине со всеми». Передача вызвала неоднозначный резонанс. Одни хвалили Юлию за её умение открывать самые потаённые уголки в жизни знаменитостей, другие возмущались её напористостью и желанием во что бы то ни стало докопаться до этих самых уголков. Так на телеведущую обиделась Анастасия Волочкова, о чём не забыла рассказать на своей странице. Балерина назвала Меньшову некорректной и бестактной, а также закомплексованной и злобной. Колкой её программу назвала певица Юлия Началова, которую Юлия упорно выводила на тему личной жизни. Расплакалась на шоу Анфиса Чехова, разговор зашёл об её отце, который, как оказалось, никогда не любил дочь. Возмущённая ушла из студии жена, ныне вдова Николая Караченцева, Людмила Поргина. Телеведущая высказала мнение, что Людмила пиарится, таская на ток-шоу и другие мероприятия тяжело больного мужа. Вопросы Юлии были настолько хлёсткими, что Поргина сравнила участие в передаче с восхождением на Голгофу, а за кадром её отпаивали волокордином. «Она мне просто отрубала руки и ноги, Меньшова решила, что она судья, а на самом деле, да кто она такая эта девочка, чтобы так себя вести? Никто. Как смеет она судить, причём разговаривает бестактно, менторским тоном». Летом 2017 года Юлия объявила, что программа заканчивает работу на Первом канале, поскольку несколько сотен снятых выпусков потребовали больших усилий, но ресурс команды Меньшовой подошёл к концу. Чтобы не навредить качеству передачи, телеведущая предпочла закрыть проект. Следом она появилась в качестве соведущей Максима Галкина в ток-шоу «Сегодня вечером» и параллельно пробовалась в программах «Наши люди» и камера «Мотор страна». В 2019 году самостоятельно провела выпуск «Сегодня вечером», посвящённый 80-летнему юбилею отца. Теперь о личном. За симпатичной студенткой школы-студии МХАТ пытались ухаживать многие. По воспоминаниям некоторых однокурсников, взаимности удалось добиться юноши по имени Александр. Ухаживал он за Юлей красиво, но как только Саша заговорил о свадьбе, их отношения почему-то быстро сошли на нет. Поговаривали, что Меньшова посчитала, будто молодой человек ухаживает за ней исключительно из-за громкой фамилии именитых родителей. Обвиняли и самих родителей, мол, слишком прост претендент на руку и сердце их единственной дочери. Сама Юлия никак не комментировала разрыв. Как бы то ни было, замуж девушка вышла за другого, когда ей исполнилось 28. Избранником уже известной на тот момент телеведущей стал актёр Игорь Гордин. Впервые Меньшова увидела его в спектакле «Казнь декабристов», на который её пригласили подруги. По словам артистки, она совсем не хотела идти в театр, надеялась потихоньку улизнуть в антракте. Но её заворажил тембр голоса актёра, а затем, когда вся компания отправилась на ужин, Игорь вызвался научить её игре в бильярд. Как позже вспоминал Гордин, несмотря на имя Меньшовой, он чувствовал себя с ней легко и свободно. 30-летний мужчина влюбился словно в первый раз. Отношения развивались стремительно, через месяц свиданий они стали жить вместе. Когда Юлия уже была беременна, пара официально зарегистрировала свою семью. В 1997 году родился сын, которого назвали Андреем. И ещё через 6 лет на свет появилась их дочь Таисия. В какой-то момент Игорь и Юлия решили расстаться, поскольку в семье назрел серьёзный кризис. Отдаление друг от друга, по словам актрисы, началось ещё после рождения первенца. Малыш был беспокойным, не давал супругам по ночам отдохнуть. Оба много работали, пытались подменять друг друга у кроватки сына, но слышимость в небольшой квартире была хорошая. Когда родилась их дочка, ссоры стали возникать просто на пустом месте. Я понимала, что моя известность будет испытанием для мужа, талантливого и замечательного актёра. Но мне казалось, что мы с Игорем готовы к этому. Я ошиблась. Супруги расстались, хоть и без оформления развода. Несмотря на то, что в этот четырёхлетний период, так похожий на расставание Юлиных родителей в прошлом, Игорь не переставал общаться с детьми, они всё равно страдали от того, что папа уходил. По общей договорённости, семья каждое лето воссоединялась, чтобы отдохнуть на море. Именно там, на четвёртый год после разлуки, их отношения получили второе дыхание, хотя они поначалу тщательно скрывали это от сына и дочки. Таисия заявила однажды, что хочет говорить папе доброе утро, а вечером желать спокойной ночи. Юлия и Игорь посмотрели на свою ситуацию другими глазами. Какой-то миг оба поняли, что чувства не исчезли, и им очень дороги их дети. Несмотря на то, что в период разобщённости и Меньшовой, и Гордину приписывали романы и увлечения другими, пара соединилась вновь. Игорь получил звание заслуженного артиста России. Карьера Юлии развивалась. В 2012 году СМИ снова заговорили о нелодах в их семействе. Но пара опровергла эти слухи, они по-прежнему вместе. В 2020 году актриса и телеведущая продолжала работать на телевидении, сниматься и участвовать в общественных делах. В августе она провела мастер-класс на международном педагогическом форуме «Живая классика», а в сентябре стала участницей записи аудиогида «Музейная коллекция», который звучал в Москве на День города. В мини-лекции Меньшова сообщает слушателям о картине на бульваре художника Владимира Маковского, написанной им в 1886-1887 годах. После смерти отца Юлия взяла под крыло его курс во ВГИКе, где столкнулась с неожиданными сложностями. Она не понимала, как можно учить публичной профессии удаленно. Но воспитанникам не везло. Из-за пандемии несколько сессий будущие артисты вынуждены были сдавать посредством онлайн-связи. В феврале 2022 года телеведущая рассказала о выходе своего нового проекта на ютубе «Сама Меньшова», где она вернулась к роли интервьюера. В анонсе Юлия рассказала, что главными темами выпусков станут проблемы женщин и что их делает счастливыми и успешными. Первая гостья – юрист Катя Гордон. В это же время поклонники ведущей получили возможность узнать больше о её судьбе и родителях. Вера Алентова опубликовала биографическую книгу. К слову, начала она её писать ещё в 2019 году, и Владимир Меньшов был первым читателем. Друзья, если вам понравилось наше видео, но вы ещё не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.